В преддверии 9 мая необходимо вспомнить тех, кто и сейчас воюет. Представители общественности и нескольких политических партий возложили цветы и зажгли свечи у мемориала «Барсам революции». Встреча граждан проходила без флагов и другой политической символики. Это не тот случай, где требуется, где необходимо вообще партийный пиар и вообще пиар какой бы то ни было. То есть идея-то была какая? Дать возможность людям приходить в конкретное место и конкретному месту возлагать цветы. А здесь не имеет значения, по большому счету, кто был инициатором затеи. Тем более, что присутствовали здесь представители как минимум четырех партий. Да и место выбрано не случайно. Есть легенда, что этот памятник должен был быть установлен в Одессе, но до украинского города не добрался и остался здесь. Данный памятник посвящен памятнике вообще революции в принципе. То есть на Украине сейчас происходит именно то же самое, то есть народная революция. Поэтому как бы, скажем так, решили именно у этого памятника собраться, чтобы возложить, скажем так. Активисты подготовили плакаты на актуальные темы. Прежде всего их волнуют события в Одессе. Представители народа Украины в нашем городе внимательно следят за происходящим в соседней стране. Одесса, мая 2014, это Хатынь, марта 43-го года. Это однозначно. Мы здесь вот в России должны четко понимать, если сейчас на Украине не остановить заразу, вот эту ползучую, фашистскую, значит она придет к нам в Россию. Поэтому мы должны сплотиться, должны противостоять проискам фашизма у нас на русской земле здесь, в России, в частности в Иванове. Игорь Мокшин недавно вернулся из Одессы. От происходящих там событий не может отойти до сих пор. По мнению неравнодушного к украинскому вопросу бизнесмена, власти региона должны публично выразить соболезнования братскому народу и оказать посильную помощь. Решить вопросы по, в конце концов, по приему беженцев, потому что беженцы сейчас действительно пойдут. Они уже, меня в частности, ко мне обращались с Донецкой области, мои знакомые, как статус беженца получить, возможно ли здесь в Иваново приютить. Организаторы планировали, что в течение дня к монументу смогут подходить горожане и возлагать цветы борцам революции. Приехавшие на место сбора сотрудники полиции планы нарушили. С активистов взяли объяснение, плакаты с монумента сняли и пригрозили штрафом. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.